О, наверное, никто и не вспомнит, как всё начиналось. А хотя нет, есть один студент, который всё помнит. Он тут часто гуляет. А куда это я так разогнался? Куда это я так разогнался, я вас спрашиваю? Меня ж укачают. Эх, старость и радость. Хотя, прям такое ощущение, что земля сама несёт меня к родному вузу. Я сказал, к родному вузу. Ах, вот так-то лучше. Эх, помню, поступал, был молодой, юный красавец. Ну, не такой же дриш. Ну, вы что, я был такой покрепче. Вот, другое дело. А ещё, помню, влюбился я в одну девчоночку. Но вкусы у нас тогда отличались от современных. Вот она моя. Любимая Машенька. Мы так друг друга любили. Мы гуляли в парке. Я пел ей замечательные серенады. Я читал ей прекрасные стихи. Я прочитаю вам стихи. Ха-ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи. Ну. Почему-то раньше казалось, что стихи и песни звучат лучше. Ну да ладно. А ещё я буквально забрасывал её цветами. Но и в то время тоже были хулиганы. И как мы дрались. Хотя, на самом деле, всё было по-другому. В общем, жили мы долго и счастливо. А ещё, помню, на третьем курсе ко мне бы нашёл Ленин. Я сказал, Ленин! Он говорит, ты, Борька, молодец, молодец. И девчоночка у тебя молодец. Так, Ленин, не забывайтесь. В общем, говорит он, ты, мужик, хороший. У нас даже вкусы, вон, одинаковые. Поэтому ты давай управляй политехом, а я пошёл. А я ему говорю, а куда это ты пошёл? Он отвечает, Мазолей. Хотя многие могут сказать, что я вру. Но вот, что я вам на это отвечу. Эх, хотя, возможно, кто-то и сможет подтвердить мои слова. Вот, например, мой старинный друг всегда стоит на одном и том же месте. Ну, привет, как дела? Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, как бы в моём возрасте разговаривать с деревьями, это нормально. Что у Новикова? Да всё новое. Студенты новые, кафедры новые. Ну, и живём как-то по-другому. А ведь это правильно. Ведь каждый день нужно жить как-то по-новому, чтобы потом было что вспомнить. Уж я-то точно знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ